всем привет с вами ира и канал готовим с любовью сегодня с вами делюсь замечательным рецептом домашнего хлеба по маминому рецепту просто быстро а как вкусно какой аромат у этого нежного хлебушка и приготовим также мясной желейный батончик вы такого еще не ели смотрите видео и готовьте вместе со мной и радуйте свою семью только домашней едой сегодня будем готовить мясной желейный батончик и для него нам нужны будут следующие продукты 1 свиная рулька я сало обрезала оставила только шкуру и рульку также 1 луковица 1 морковь пару листиков лаврового листа перец горошком душистый перец и соль у меня 4 литровая кастрюля залила вот под завязочку водой холодной и ставим вариться рульку на огонь вес рульки 1 килограмм закипела наша вода с рулькой пока это еще вода не холодная собираем шум и уменьшаем огонь на минимум бульон должен еле-еле кипеть бывает такое что холодная получается мутным это из-за того что у вас сильно кипит бульон убрали шум теперь в кипящую воду я добавляю одну морковь и одну луковицу лук доставать не будем до самого конца бульон у меня еле-еле кипит через полчаса после кипения я достаю морковь морковь не понадобится для украшения нашего блюда варим холодное 3 часа оно должно кипеть на медленном огне это очень важно вы только посмотрите какой у нас прозрачный красивый бульон добавляем соль по вкусу теперь добавляем лавровый лист перец горошком душистый перец и отвариваем еще полчаса не нужно добавлять ни желатина ничего холодная прекрасно застынет выключаем огонь и даем полностью остыть бульону берем отварную морковь которая варилась бульоне и нарезаем ее из моркови обычно я делаю любое украшение звездочки там все что у вас есть у меня вот сердечко с формы для печенья хочу сделать сердечки главное не переварите морковь бульон обязательно процеживаем через мелкое сито возможно будут мелкие косточки это все нужно убрать бульона рулька уже остыла сейчас будем разбирать ее разбираем вот на кусочки мяса и выкладываем это у судочек с крышечкой я родителям домой дам тарелочку все любят холодные а вот у меня форма здесь у меня будет праздничная холодная поменяем местами чтобы вам было видно и листики петрушки сделаем такое праздничное холодное также можно отварные яйца колечками нарезать то есть украшать можно холодное на ваш вкус осталось нам разлить бульон и ставим все в холодильник на самом деле я люблю вот именно этот бульон я бы и мясо не ела конечно муж любит мясо как и все мужчины вот это будет наш желейный батончик кладем холодное в холодильник до полного застывания домашний хлеб приготовить очень просто тем более что продукты всем доступные для теста нам нужны будут следующие продукты 300 миллилитров теплой воды 10 граммов свежих дрожжей или 1 чайная ложка сухих дрожжей 1 чайная ложка соли 1 столовая ложка сахара 2 столовые ложки растительного масла и муки сначала мы приготовим опару выливаем в миску теплую воду не горячую это очень важно добавляем столовую ложку сахара соль в опару не добавляем дрожжи раскрошили и добавляем 3 столовые ложки муки муку я заранее просеяла размешаем опару оставляем в тепле я оставляю на кухонном столе на 15 минут до образования шапочки теперь мы замешиваем тесто в опару добавляем соль просеянную муку частями не все сразу растительное масло мы добавляем самом конце при вымешивании у меня мама выпекает хлеб через день это ее рецепт ничего сложного все проще простого это у меня работает духовка так гудит чтобы теплее было на кухне все-таки когда я работаю с тестом нужно тепло быстрее поднимается быстрее расстойка проходит а когда прохладно вот уже и тесто у вас будет дольше подниматься добавляем еще муки вымешиваем теперь руками добавляем растительное масло и продолжаем вымешивать первый раз я туго не замешиваю вот видите оно должно тесто быть мягким не вязки отлипать от рук вот таким первоначальным должно быть ваше тесто мягковатое тесто я переложила в чистую миску дно и бока слегка смазала растительным маслом накрываю полотенцем и оставляю на 1 час для подъема хлеб у нас поднялся теперь я беру форму кирпичиком смазываю растительным маслом у меня форма длина ее 30 сантиметров ширина 7 сантиметров высота 8 вигуля тишина посыпаем стол мукой и выкладываем тесто сверху посыпаем мукой и вымешиваем кухне послушная тесто я разделяю на 4 части на замес теста у меня ушло пол килограмма муки еще каждый кусочек теста вот так вот вымешиваю делаю круглую форму дотя и выкладываю форму хлебушек накрываем полотенцем и оставляем для расстойки на 35 минут да да молодец хлебушек ставим в разогретую духовку на 180 градусов на средний уровень режим верх-низ а вот и наш хлебушек мягкий сейчас отломаю кусочек хлеба смотрите как он пахнет вы только посмотрите какая структура такого хлеба в магазине не купите нежнейший просто хрустящая корочка сверху готовьте хлебушек по этому рецепту не пожалеете вы только посмотрите сколько всего вкусного мы наготовили и свежий хлебушек испекли своими руками еще раз покажу просто зато как вкусно приготовили мясной желейный батончик холодное другими словами красивое яркое и очень вкусное радуйте свою семью только домашней едой а я все же разрезала хлеб чтобы показать какой он внутри разламываем какой же он нежный если вам не нравится хрустящая корочка сверху после выпечки накрывайте полотенцем а я ее обожаю подписывайтесь на наш семейный канал дружная семья ссылка под видео подписывайтесь на наш кулинарный канал готовим с любовью с вами была ира до новых встреч пока пока